Знаете, то, что касается санкций, я не думаю, что на экономическое положение в стране это как-то повлияло. Вот на меня это вообще никак не повлияло. Я как не ела что-то, то, что там сейчас запрещено, так и не буду это есть. А если кто-то очень хочет, ну, тот, кто хочет, поверьте, может слетать за границу, прекрасно это купить, съесть, привезти домой, за год на год вперед запастись. Сколько там, ногу-то хамону точно можно привезти. Нам привез креста недавно, мы ее даже не съели, кому-то раздали. Так что я считаю, что это абсолютный бред. Нет, санкции никак не могут повлиять на жизнь обычного человека, который живет в России. Никаким образом. То, что касается вообще людей, вообще жизни людей в кризис, конечно, это всегда очень плохо и негативно на них сказывается. Но я хочу дать только один совет. И он в кризис, и не в кризис подходит. Люди очень негативно мыслят. Они говорят, ой, кризис, вот подняли цены, вот сейчас сыр стоил 50 рублей, сейчас он 75 стоит, и вот это все. Это все с детства в нас вдалбливают, и мы не можем уже из этого никак выйти. Я предлагаю просто жить более позитивно. Это очень тяжело, это работа над собой. Но из каждой негативной ситуации, которая с вами приключилась, обязательно есть всегда какой-то позитивный момент. Вот за него надо зацепиться и прям дальше проживать вот в этом моменте позитивном. И как только вы начнете вот в этот позитив вкладываться, да, подняли цены, ничего страшного, будем больше работать, будем больше зарабатывать. То есть вот буквально таким образом жить, то тогда вы не будете себя загонять вот этот угол негатива, когда вам все время плохо, у вас там нет денег, у вас, у всех нет денег, у меня тоже нет денег всегда, мне тоже денег не хватает, это правда. Но если я живу в позитиве, если я все время пытаюсь зацепиться, в итоге волна удачи, она просто захлестывает, и все начинает складываться как надо. И уже не кажется, что цены такие высокие, вроде и заработок какой-то пошел, и там работу предложили, и здесь что-то сделали. Поэтому вот то, что касается обычных простых людей, нас не надо впадать в панику, если вы увидели, что повысилась цена на молоко. Не впадайте в панику, пожалуйста. Подумайте о том, что вы можете заработать чуть больше, а если вы об этом подумаете, так вы еще больше заработаете, вообще про цены на молоко больше не будете думать. Вот вам мой ответ, я так думаю.